Давай съедим слона по кусочкам. Это хорошая метафора для фокуса языка, который называется разделение. Сегодня как раз его и разберем. Как ты понял, что здесь мы уже будем что-то делить. И делить мы будем не что иное, как убеждения, утверждения, либо возражения, высказанные тебе, твоим собеседником. В чем здесь фокус? Фокус очень простой и элементарный. Ты берешь возражения, которые тебе высказали, и твоя задача постараться разобрать это возражение на множество-множество деталей, выбрать в этих деталях какие-то позитивные детали, выбрать в деталях позитивные детали, и таким образом ты переключаешь фокус внимания твоего собеседника на какие-то позитивные аспекты, и он начинает разубеждаться в своем изначальном высказывании. Давай, как обычно, перейдем к примерам. И тут кто-то мне писал, что цена на товар не может быть дорогой или дешевой, и я специально потратил много-много времени, чтобы загуглить этот вопрос. И тем, кто писал большой привет, привет! Привет! Посмотрите в прошлом видео по фокусам языка, я дал вам детальный ответ. Поэтому не будем тратить в этом видео на это время и будем разделять. Будем разделять убеждения. Итак, у вас слишком высокие цены. Как можно разделить это убеждение? Самое простое, чтобы разделить такого рода возражения, ты можешь сказать, давайте разберемся детально, из чего состоит цена на товар. Цена состоит из сырья, то есть этот товар сделан из какого-то материала, допустим из золота или из металла, пластика, чего угодно. Потом труд рабочего, потом транспортировка и логистика, потом растаможка и так далее, и так далее, и так далее. Ты перечисляешь, дробишь стоимость товара на мелкие части, и потом для того, чтобы усилить, ты можешь сказать, это же из чего должен был быть сделан этот товар, чтобы он стоил дешево. Таким образом, внимание твоего собеседника концентрируется на тех важных деталях, которые ты ему предоставляешь. И таким образом он разубеждается. Ну банально, да, если ты говоришь там, я не знаю, какую-нибудь автомобильную деталь предлагаешь, и он говорит, она стоит там 15 долларов, он говорит, это дорого, ты говоришь, ну смотри, она сделана из алюминия, там из какой-то резины, еще с чего-то, еще с чего-то, еще с чего-то. Ты говоришь, слушай, ну если ты хочешь, чтобы она стоила, допустим, 5 долларов или 7 долларов, она реально должна быть сделана из какого-то дерьма. И таким образом ты переубеждаешь, и человек действительно начинает задумываться, из чего складывается цена товара, и уже ему легче принять решение о покупке. Давай разбираться дальше с нашими любимыми примерами, классическими примерами из взаимоотношений мужчины и женщины. Сейчас девушки, а особенно мужчины, меня поймут. Иногда наши любимые девушки, прекрасные женщины, представительницы, прекрасной половины человечества говорят такую фразу. Ты забыл дату нашей свадьбы. Неужели ты меня совсем не любишь? Мужчины сейчас меня поймут. Иногда, конечно, сложно что-то возразить на эту фразу. Но обладая знанием о фокусе языка разделения, ты можешь сказать, дорогая моя, действительно я мог забыть дату нашей свадьбы. Но ты хочешь сказать, что в нашей любви, в наших взаимоотношениях был только один счастливый день, и это наша свадьба, и все. И что мы здесь делаем? Мы здесь разделяем, мы пытаемся детализировать вот это высказывание, потому что претензия является какой? Что ты меня уже совсем не любишь, и счастье, и все такое. И мужчина, вот с помощью разделения, разделяя на детали само высказывание, может ответить таким образом, как я уже сказал. Ты действительно думаешь, что в нашей с тобой счастливой семейной жизни был только один счастливый день? Таким образом, мы переключаем внимание на то, чтобы наша уважаемая вторая половинка постаралась и задумалась о каких-то других счастливых днях, и мы уже отвлекаем ее внимание от того, на чем она сконцентрировалась, что он забыл дату этой свадьбы, счастливой или не очень счастливой, и таким образом уже накал страстей спадает. Для того, чтобы эффективно использовать фокус языка разделения, ты можешь запомнить еще одну фразу. Когда тебе кто-то что-то предъявляет, либо претензию, либо возражение, либо какое-то убеждение пытается встроить, ты можешь запомнить вот эту фразу, вот прямо сейчас запомни ее. Давай разберемся в деталях. И начинаешь дальше перечислять. Например, твоя возлюбленная говорит тебе, ты что, меня не любишь? Ты можешь сказать, давай разберемся в деталях, из чего складывается вообще любовь. Любовь это забота о тебе и о твоем здоровье. Любовь это о том, что я зарабатываю деньги, вкладываюсь в наших детей и так далее и тому подобное. Любовь это в том числе и про то, что мы проводим много времени вместе. Что из этого всего тебе не хватает? Таким образом, мы уже переключаем внимание с утверждения, ты что, меня не любишь? На какие-то более позитивные вещи, которые присутствуют в карте реальности того человека, который нам высказывает это утверждение. И таким образом обрабатываем такого рода возражение. Или еще один пример, когда капризный мужчина своей женщине говорит, ты все время меня контролируешь. Бывает такое, что... Ну вот бывает, что мужчине кажется, что женщина его контролирует. В таком случае, как использовать фокус языка разделения? Да очень просто. Девушка или женщина может сказать. Слушай, ты очень много проводишь времени на работе. Ты очень много времени проводишь со своими друзьями. Ты ездишь на рыбалку, ты уделяешь очень много времени своим хобби. Ты очень много времени тратишь на то, чтобы помочь своим родителям. У меня вообще складывается такое ощущение, что я вообще ничего о тебе не знаю. Как мы здесь делим? Мы ищем множество каких-то фактов, которые являются определяющими в карте реальности этих двух прекрасных людей. И получается, девушка, когда начинает перечислять, когда мы дробим, когда мы нарезаем на кусочки, едим этого слона по кусочкам, мы очень сильно уводим внимание нашего собеседника на другие позитивные аспекты, и ему уже совсем не кажется, что его кто-то контролирует. Еще одно хорошее высказывание. Например, тебе кто-то говорит, я тебе не верю. Как здесь применить разделение? Опять напоминаю, кушаем слона по кусочкам, говорим ключевую фразу. Давай попробуем разобрать в деталях. Если вспомнить каждый случай, когда я тебе говорил правду, ты убедишься в том, что у тебя гораздо меньше оснований мне не верить, чем прислушиваться ко мне. Что мы здесь делаем? Как мы разделяем? Здесь, конечно, еще можно усилить, здесь можно вспомнить множество случаев, когда ты говорил правду, перечислить их. Это зависит, конечно, от контекста. Здесь очень важно лавировать. Фокусы языка — это про гибкость, это про лавирование, потому что с одним человеком это может сработать, с другим может не сработать. И здесь твоя задача — перевести как можно больше фактов, когда ты действительно говорил правду, и потом подвести к тому, что мы здесь делим-делим на мелкие детали и концентрируем внимание на позитивных вещах. Таким образом человек начинает сомневаться в своем изначальном высказывании. Рассмотрим еще один пример, который мы разбирали в прошлом видео. Высказывание следующее. Ты слишком часто ко мне придираешься. Давай будем разбираться, как этого слона съесть по кусочкам. Как здесь разделить убеждения. Ты слишком часто ко мне придираешься. Что можно сказать в ответ? Здесь ты можешь сказать. Дорогой мой, уважаемый человек, когда я прошу тебя что-то сделать для меня, ты для меня делаешь вот это хорошо, вот это хорошо. И перечисляешь прям фактически те вещи, которые человек для тебя делает хорошо. А вот вообще, когда ты выполнил мою последнюю просьбу, ты вообще просто бог. То есть мы здесь как бы стараемся, чем можно детальнее разобрать каждый случай, когда ты к нему не придирался или ты к нему не придиралась, и акцентировать вот это внимание, когда не было вот этой придирки. Хотя может быть в других случаях ты и придираешься. А в последнем, когда ты говоришь, ну, когда ты выполнил последнюю мою просьбу, ты вообще бог. Все, его все внимание будет уже не на том словосочетании, ты слишком часто ко мне придираешься, которое он тебе изначально предъявлял. А все его внимание будет на том, что ты на самом деле очень часто его и хвалишь, и даешь позитивную обратную связь, и таким образом ты можешь обработать это возражение. Ну и давай перейдем к кухонному возражению. Ты слишком пересолила борщ. Как можно здесь обработать, как здесь можно детализировать, и как здесь можно съесть слона по кусочкам, как здесь можно разделить. Можно сказать, да, дорогой, я действительно сварила тебе борщ. Да, дорогой, я действительно сегодня вымыла всю посуду. Да, дорогой, я действительно поутюжила твою одежду. Да, дорогой, я действительно сводила в садик детей. И так далее, и так далее, и так далее. Перечисляешь, перечисляешь, перечисляешь и таким образом отвлекаешь внимание от изначального высказывания. То есть детализируешь настолько, насколько это возможно и человек забывает о своем изначальном высказывании, о том, что ты пересолила борщ, даже если такое случалось. Вот еще один пример, который часто люди говорят прежде всего в отношении себя. Такое классическое унылое утверждение, либо убеждение, которое звучит «Я ни на что не способен». Как здесь можно разделить, как здесь можно скушать слона по кусочкам, как здесь можно детализировать? Смотри, ты можешь ответить на такое возражение следующим образом. Я очень часто это в своей практике применяю, когда работаю индивидуально с клиентами. Можно сказать, ну и так, изначально утверждение «Я ни на что не способен». И ты можешь сказать, так, ну как минимум, ты умеешь уже разговаривать, ты умеешь анализировать, ты умеешь делать выводы. И это уже говорит о том, что ты можешь воспринимать обратную связь. И, наверное, не стоит концентрироваться на тех случаях, когда у тебя что-то не получилось. Ведь вспомни, у тебя получилось вот это, вот это, пятое, десятое. Ты там смог сделать такой проект, сделать такой проект. И в целом у тебя все окей. Что мы здесь делаем? Как мы здесь опять разделяем и отвлекаем внимание? Все очень просто. Мы начинаем делить на детали вообще высказывания нашего собеседника. И таким образом концентрируемся на каких-то более позитивных моментах, чтобы человек уже и позабыл о своем изначальном высказывании. И поверь ты мне, это работает просто прекрасно. Работает и в продажах, и в личных взаимоотношениях. И вообще, где бы ты ни столкнулся с любого рода утверждениями. Итак, подводим итог. Чтобы искусно, эффективно воспользоваться фокусом языка разделения, нужно запомнить метафору. Давай скушаем этого слона по кусочкам. Дальше можешь запомнить такую ключевую фразу. Давай попробуем разобраться в деталях. И уже после того, как ты сказал фразу, давай попробуем разобраться в деталях, начинаешь детализировать, акцентируя внимание на позитивных акцентах. Я знаю, здесь есть люди, любители боевого НЛП. Чтобы использовать фокус языка разделения и эффективно заражать людей вирусом чувства вины, стыда и любыми другими психовирусами, ты можешь разделять и концентрировать свое внимание, и тем самым концентрировать внимание собеседника на негативных деталях. И таким образом он еще будет больше убеждаться в своем изначальном высказывании. Но я тебе этого делать не рекомендую. Я за экологичное использование НЛП. На этом все. Пока-пока.